Аллилуйя! Давайте Богу воздадим всю славу аплодисментами. Давайте будем провозглашать. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Вы унаследуете эту землю. Вот в это время богослужения вот в нашем сердце должно быть вечная Божья жизнь. И я благословляю, чтобы эта жизнь сейчас оживала внутри вас. Особенно вот эта жизнь вечная, которая в нашем сердце, она оживает каждый раз, когда мы слушаем Слово. И даже появляется сила, которую мы даже не знаем. И сегодня так же самое. Вы тоже вложите в сердце свое Божье Слово. И желаю, чтобы вы увидели свершение этого Слова в течение одной недели. Благословляю, чтобы у вас было именно такое богослужение. Вот многие люди, они хоть и ведут жизнь веры, но они не могут увидеть свершение Божьего Слова. Они прибывают конфликта. И вот таким образом они живут. Но Бог дает нам Слово, которое совершится. А если это Слово не имеет ко мне никакого отношения, тогда, хоть я веду, может быть, усердно жить веру, но я буду колебаться, и буду находиться во многих конфликтах. Вот так буду проживать свою жизнь. Но Бог, Он дает мне Слово. Но почему это Слово со мной не совпадает? Вот вам необходимо себя сейчас исследовать. И желаю, чтобы перед Словом вы еще раз увидели себя. То есть, Бог дает нам такое Слово, что на всех местах действия мы сможем одержать победу. Но если это Слово со мной не совпадает, тогда надо задуматься, или Божье Слово неправильно, или я неправильно. Смотрите, Божье Слово быть неправильным не может быть. Правильно? Проблема в том, что я неправ. У меня что-то неправильно. То есть, мне необходимо совпадать с Божьим Словом и идти. Поэтому есть люди, которые хоть и ведут жизнь с верой, но духовной силы нет, находятся в конфликтах. И вот то, как они жили до веры, так они и живут сейчас, получается. Поэтому прежде всего, когда мы живем, необходимо задуматься, почему Слово Божье со мной не совпадает. Почему так? Вот я тоже сейчас веду жизнь с верой, но в сердце моем все земные, вот эти плотские, мирские вещи, успех, получается. То есть, получается, вот эти вещи мирские, они завоевали мое сердце. Поэтому Божье Слово со мной не совпадает. То есть, конечно же, Бог, Он говорит нам тоже о плотских физических вещах. Но Бог, Он, в первую очередь, говорит нам через Слово о духовных благословениях. И для того, чтобы восстановились вот эти, если восстановятся вот эти духовные благословения, тогда обязательно Бог, Он допускает, что и плотские благословения тоже придут. Плотские вещи придут в мою жизнь. А почему у меня конфликты появляются? Потому что я живу на основании этого мира. То есть, Бог, Он говорит о духовных вещах. То есть, Бог говорит нам о духовных благословениях. И если только будет наслаждаться этими духовными благословениями, тогда обязательно придут все эти благословения. Поэтому очень важно, чтобы в сердце, в моем, всегда был вот этот образ Божий. И для этого необходимо иметь время, когда я восстановлю образ Божий в своем сердце. Значит, что значит, Бог сотворил нас по своему образу? Это значит, Бог, Он создал нас духов вечными творениями. Вечными. Также Бог создал нас как творение, которое имеет неограниченную силу. Вот это значит, Бог сотворил нас по своему образу. И если вот этот образ Божий во мне не живет, тогда в жизни веры будут постоянно бессилия и безответность. Безответность. То есть, ответов не будет. И будут постоянно повторяться поражения. Поэтому всегда в моем сердце должен быть образ Божий. И если вот это не восстановится, тогда буду жить в бессилии и в безответности. И потом приду к поражению, буду жить в пустоте, в хаосе. И вот люди живут так, и некоторые даже заканчивают жизнь самоубийством. Поэтому Бог, Он внутрь нас кое-что вложил. Бытие 2.7. Написано, вложил дыхание жизни и стал человек душою живой. То есть, Бог сделал нас таким творением, которое всегда вместе с Богом. То есть, Бог дал нам благословение, чтобы мы всегда могли общаться с Богом. Вот так Бог, Он нас создал. Поэтому вот этот... Удисаврисов вложил дыхание в жизнь. То есть, Божий Дух, животворящий, Он внутри меня был. Внутри меня. То есть, почему Бог дал нам духовное, чтобы мы не жили по плоскою только. А люди живут только ради плоского удовлетворения. Почему? В общем, потому что они не знают духовных вещей. То есть, если будет у меня духовное восполнение, духовное удовлетворение, тогда все получится. Но из-за того, что люди потеряли Эдемский сад, то внутри них нет вот этого духовного удовлетворения. Вот если мы посмотрим бытие первого Гау, то Бог сотворил человека по образу Божьему. Потом Бог помещает в Эдемский сад, и люди жили счастливы. Но люди это утеряли. Люди это потеряли. Поэтому Бог, Он каждый день дает нам слово для того, чтобы восстановить эти благословения, которые были в Эдемском саду. И через вот это слово Бог, Он всегда восстанавливает внутрь нас духовный образ. в моем сердце. То есть, в моем сердце я могу наслаждаться еще более совершенными благословениями, нежели которые были в Эдемском саду. Поэтому есть такое прославление. Куда не идет чадо Божие, где бы ни был Иисус, где не провозглашается Иисус, туда сходит Царство Божие. То есть, чадо Божие может на любом месте наслаждаться Царством Божиим. И Царство Божие, оно внутрь меня. То есть, Бог, Он внутрь меня, это Царство Божие, вложил. Но есть особенность. Этого не видно. Из-за того, что этого не видно, то люди, они не считают это ценным. Поэтому живут как бы без этого. Но это самое драгоценное. Послушайте, что есть более драгоценное, чем образ Божия? Божий Дух внутри меня находится. Что может быть более драгоценным? Но из-за того, что это не видно, то люди, они даже не знают, что это есть. И люди просто держатся за оболочку какую-то, за ненастоящее. Из-за того, что это Царство Бесовое, его не видно внутри меня, то люди не ценят его. И люди держатся только за то, в чем нет ценности. Поэтому вот так вот и жизнь проходит. Значит, внутри меня есть духовные благослужения. Их надо восстановить. Поэтому каждый раз, когда мы преподносим богослужение, я желаю, чтобы уверили, этот образ Божий внутрь вас восстанавливается. А также каждый раз во время богослужения ваша душа, мой дух, он будет оживать. Поэтому из-за того, что будет оживать мой дух, моя душа, тогда на всех местах действия будет проявляться Божье действие. Потому что вот это духовное благословение, это духовный факт. И каждый раз, когда моя душа будет оживать, тогда Бог будет давать мне благословение. Какие благословения? С неба благословение. Благословение сверху. Это благословение престола Божьего. Поэтому вот этот образ Божий, который внутри во мне, и моя душа, на что должны смотреть? На престол Божий. Поэтому каждый раз, когда мы смотрим на престол Божий, тогда что сходит? С этого престола Божия сходит сила Божия, которая превосходит пространство и время, и на 237 стран мира сходит свет Божий. То есть это благословение, которое приходит сверху. Это Божья благодать. Это духовное благословение. Это духовный факт. Поэтому вот мы сейчас сидим на этом месте, преподносим благослужение. И вот вы сейчас, когда будете смотреть на Бога, на этом месте благослужение, то хоть и не видно глазами, но лично на вас будет сходить, и на все ваши места действия будут сходить благословения престола одновременно. То есть вот это вот такие великие благословения престола Божьего. И вот эти благословения престола, Бог дает ответы нам. И Бог уже нам приготовил это благословение. И вот это благословение престола, оно даже превосходит пространство и время. То есть в 237 странах во всем мире начинаются действия спасения. Поэтому что очень важно, вот этот образ Божий, чтобы наслаждаться этим благословением, Бог дает нам благословение престола. И вот этот престол Божий, вот как мы говорили в Диане 1.3, это благословение, это престол Божий в Царстве Небесном. И вот как сказано, Бытие 2.7 вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой. То есть вот ранняя церковь, они тоже молились только за одно. Они молились за наполнение Святого Духа. Благословение, чтобы Дух Триединого Бога наполнил нас. То есть вот они вот так вот четко держались за такую тему молитвы. И произошло действие Духа Святого. Какое действие? Которое превосходило пространство и время. Поэтому Диане 1.8 сказано, но когда сойдет на вас только Дух Святой. То есть Дух Святой, Он действует, превосходя пространство и время. Поэтому для того, чтобы спасти 237 стран, с Престого Божьего сходит Свет Божий. Вот как наслаждаться вот этим всем действием Божьим? На самом-то деле это Христос. Христос, вот сказано, это Свет Народа. Поэтому Диане 1.1, Христос, Диане 1.3, Царство Небесное, Диане 1.8, Дух Святой. Только когда за это держаться и этим наслаждаться, тогда на 237 стран сверху будет сходить благодать, благословение Престого Божьего. То есть вот это все духовные благословения. Поэтому внутри меня эти благословения тоже оживают. Вот эти благословения, которые приходят сверху, если каждый день именно ослаждаться, тогда на тех местах действия, с которыми вы связаны, там вы будете получать ответ, которого не было и которого не было. То есть даже если на местах действия люди, они пренебрегают ною, как бы нехорошо ко мне относятся, но все равно, если будет действовать Дух Святой, если будет действовать, если будет сходить благословение Престого Божьего, тогда придет ответ, которого не было и которого не будет. Вот такое действие произойдет. Вот это ответ, который Бог для нас уже приготовил. Но дело в том, что мы упустили все то, что Бог для нас приготовил, держимся за оболочку, за настоящее, так живем, поэтому мы постоянно находимся в конфликтах, в трудностях. Только решили одну проблему, опять другая проблема появляется. Постоянно впадаем в проблемы. Значит, из того, что Бог, Он дает нам по-настоящему, я желаю, что вы были теми, которые наслаждаются этим благословением. Послушайте, если наслаждаться тайной духовной благословением, тогда откроются глаза даже на будущее. То есть, вот люди, которые живут в этом мире, усердно делают, добиваются успеха, почему они находятся в трудностях? Почему они находятся в страданиях? Откроются на это глаза. И по-настоящему увижу те бедствия, которые придут в будущее. И тогда Бог поднимет меня человеком, который может давать ответ. Что это за благословение? Даже если есть проблема, в проблеме есть ответ. То есть, даже больше в проблемах увижу Божье видение. Вот кажется, что сталкиваюсь с трудностью, но не падаю из этих трудностей, а наоборот, вижу будущее, вижу будущее и бедствия, и внутри проблемы есть ответ. Поэтому внутри проблемы Бог дает мне новое видение. Вот если я буду держаться за это и буду так жить, тогда я буду жить настоящей жизнью верующего человека. Послушайте, что вам необходимо восстановить? Это жизнь верующего человека. Вот это жизнь верующего человека — это когда мы знаем духовные благословения, которые приходят сверху, когда именно наслаждаемся. Поэтому есть то, за что надо держаться и наслаждаться. Это благословение. За те благословения, которые Бог дает. Это образ Божий, бытие 2.7 и дыхание жизни, вот как сказано. Через Слово Бог дает нам жизнь. И благословение престола, которое сходит сверху, и свет Божий, который действует в 237 странах мира и спасает все. И желаю, чтобы каждый шаг вы проживали, наслаждаться этими благословениями. Я благословляю вас. И вот сегодня мы прочитали Местное Списание. Значит, ситуация какая? Из-за того, что израильский народ упустили Божьи благословения, Бог, Он через Таразаконие в течение 40 лет, Он их вел по пустыне. И вот Бог, Он делает так, чтобы израильский народ посмотрели на Божьи благословения. Вот об этом говорит книга о Таразаконии. Вот вы знаете хорошо, что пока израильский народ шел по пустыне, вот перед тем, как завоевать Ханаан в Каде-Сварне, Бог дает им Слово, сосредотачивает их на Слове. И в течение 40 лет, пока Бог их вел по пустыне, Бог их готовил. То есть, для чего Он их готовил? Для того, чтобы они получили благодать для новой жизни, для нового благословения. И об этом говорит книга о Таразаконии. Итак, первое, на что нам необходимо посмотреть. Значит, израильский народ, они упустили духовную тайну, духовные благословения. Значит, израильский народ только держались за физическое видение, за плоское видение. Из-за того, что они духовные вещи упустили, они не могли видеть, не могли знать Божий Пан. И вот, их глаза были открыты только на плоское видение. Вот таким был Израиль. И через вот эти Таразакония, книгу, Бог, Он говорит, что я для вас не приготовил это физическое благословение, я приготовил для вас новые духовные, новые духовные благословения. Есть новое будущее для вас. Поэтому, откройте глаза на это. То есть, через книгу Таразакония, Бог, Он говорит, вот это Израилю постоянно. Почему израильский народ, у них было только физическое видение, только на это у них были открыты глаза? Из-за того, что они упустили духовные благословения. Послушайте. Израильский народ, вот, из-за того, что они упустили духовные благословения, они просто вели религиозную жизнь в веру. И у них было просто плотское видение жизни. Что-то за плотское... Что-то за плотское видение. Это просто обычное видение в жизни религиозных людей. Значит, израильский народ перед Черным морем, они начинают роптать на Бога. Почему? Вот если бы знали бы духовные благословения, тогда перед Черным морем они бы думали и ожидали, а как Бог сейчас будет действовать. Но из-за того, что они не знали духовных благословений, перед Черным морем они начинают начинают жаловаться на Бога, роптать. Значит, Бог выводит израильский народ через Египт, из Египта, вот это из Пасха, правильно? Исход. То есть, через Пасху израильский народ, они видели Божье действие. То есть, они видели, как Бог освободил их из проблем, которые сами не могли решить. Освобождение от рабства сатаны. И Бог, Он выводит их, и теперь они идут, и тут Черное море. Поэтому они должны были ожидать, а как теперь Бог будет действовать? А из-за того, что у них были открыты глаза только на плотское видение, то они сразу начали жаловаться на Бога, роптать на Бога. И еще, пока мы с вами шли по пустыне, вот, из-за того, что там не было, что пить, что есть, они опять начинали роптать на Бога. Почему так? Потому что они сразу же только смотрели на плотское. Но Бог, пока мы сонных вел по пустыне, Бог совершенным образом защищал их через огненный и облачный столб. Каждый день Он давал им манну. То есть, Библия говорит там о том, что Бог их совершенным образом вел и защищал. Послушайте, почему, когда мы смотрим на проблемы и обстоятельства, мы начинаем роптать? Вот, духовное благословение есть уже, надо немножко подождать. Но, сразу же, когда приходят проблемы и трудности, мы сразу же начинаем перед этой реальностью роптать. это не только израильский народ, и мы такие. И вот, пока израильский народ идет по пустыне, были трудности различные, были угрозы, были опасности. И всегда они беспокоились о том, что кушать, что пить. То есть, конечно же, ну, надо беспокоиться о том, что пить. Потому что каждый день надо было что-то кушать. То есть, невозможно было не беспокоиться. Но что они начали тогда делать? Они начали поклоняться идолам. То есть, Божья защита, Божье направление, этим надо было наслаждаться. Но это не получалось. Поэтому, если посмотреть, израильский народ, что делает израильский народ в исходе, они создают идол. И потом, израильский народ, они начинают роптать. Они говорят, создайте нам другого Бога, который мог бы нас вести. Вот Бог, Он ведет их огненным столбом, облачным столбом. Потом, каждый день дает им, что кушать. А они говорят, создай нам нового Бога, нового идола. Вот это было такое ропот израильского народа. Потому что они не знали духовных благословений. То есть, они держались только за основное, за плотские вот эти финансы, за плотские благословения. Поэтому, они говорят Аарону, Аарон, создай нам идола, вылепи нам идола. Ну и тогда Аарону собирают золото, и вот он вылепил им идола, и говорит, вот это Бог ваш. Послушайте, если упустить духовные благословения, если мы упустим великие и больше благословения духовные, тогда мы будем так же самое, как израильский народ, впадать в Идол, когда придут проблемы, трудности, постоянно будем роптать. И вот потом они поднимают 12 цаглядатаев, 12 шпионов, которые пошли посмотреть землю Ханан. подняли таких людей с верою, и потом они пошли, посмотрели эти 12 цаглядат, пришли и дают отчет. Ну, вы знаете, да, они говорят, мы не можем войти в Ханан, потому что мы для них как вообще как муравьи, они большие. то есть они не знали, что Бог, он великий Бог прибыл вместе с ними. Поэтому для них мир казался каким-то великим, а на себя они смотрели как на каких-то маленьких, как на муравьев. То есть они вот таким образом исповедовали. Но среди 12 Иосиф, Иисус Навин и Калев, они другое исповедание дали. Они говорят, для них мы можем завоевать их. Они для нас как легкая добыча. И потом Бог, Он с нами пребывает. Поэтому мы легко завоюем. Они для нас легкая добыча. То есть люди, которые знают духовное благословение и наслаждаются, огромная разница между теми, кто не знает духовное благословение. Поэтому вам сейчас быстро надо в своей жизни восстановить кое-что. Необходимо восстановить духовные благословения, духовные факты внутри меня. Те благословения, которые Бог уже положил. Та благодать Божья, которая сходит сверху на меня. Вот это надо восстановить быстро сейчас. Израильский народ, у них была вот эта идеология избранности. И это тоже все вышло из физического плотского взгляда. То есть это было такое заблуждение. Бог избрал израильский народ, чтобы через них весь мир благословить. А что говорит израильский народ? Только мы должны получить спасение. Только мы спасенные чадо Божие. Они вообще неправильно увидели. Это было заблуждение, потому что у них были плотские стандарты. Поэтому они неправильно все увидели. И затем Мессия, в которого они верили. Это какой был Мессия? Это тот Мессия, который будет решать наши жизненные проблемы. Это тот Мессия, который освободит нас от политического рабства. То есть опять все плотское, все плотское. И потом что мы видим? Постоянно в израильском народе была проблема. Это войны, войны. То есть что сегодня Бог хочет, чтобы мы осознали? Бог уже приготовил Ханан. И почему Бог в течение сорока лет вел их по пустыне? В чем причина? Потому что Бог приготовил для них новое будущее. Есть новое видение, которое Бог приготовил. И для того, чтобы они наслаждались этим благословением, Бог постоянно открывал их духовные глаза. И сегодня в это время богослужения я желаю чтобы открыть ваши глаза на духовные благословения, чтобы вы могли за них охотиться, и чтобы вы могли наслаждаться этим благословением. Я благословляю вас. Во-вторых, Бог для израильского народа приготовил новое видение. Вот через книгу второсакония мы это видим. Давайте посмотрим на первый стих второсакония 8.1 «Все заповеди, которые я заповедую вам, сегодня старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились и пошли и завладили землю, которую склятвую обещал Господь отца вашего». Что это за заповеди, которые я заповедую вам? Что это за заповеди? То есть Бог дал им завет, Бог дал им видение всемирной евангелизации. Поэтому сказано «Вы пойдете завоюете землю». И для того, чтобы они могли наслаждаться этим видением всемирной евангелизации, первое, что Бог говорит им. Таразакония 8.1 Написано «Старайтесь исполнять все заповеди, которые я заповедую вам». Исполняйте. Только тогда вы можете завладеть землю, которую я обещал. То здесь подчеркивается «исполнять все заповеди Божьи». То есть говорится о том, чтобы жить внутри слова. Вот необходимо понять, что Бог нас призывает, чтобы мы жили в его слове. То есть Бог нас спас, Бог дал нам жизнь. И сейчас Бог говорит «наслаждайся благословением спасения через слово». То есть ради этого Бог дал нам жизнь. Для того, чтобы мы через слово наслаждались благословениями и спасениями. Через какое слово? Иоанна 1.2 «Вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог». Через вот это слово Бог сотворил весь мир. И для того, чтобы мы могли одержать победу, сам Бог, Он принял плоть, пришел на эту землю. Иоанна и обитало с нами. И мы видели славу Его, как единородного от Оса. То сказано, Он был полон благодати истины. То есть Божье слово приняло плоть и пришло к нам для того, чтобы мы могли одерживать победу. Он принял плоть, пришел на эту землю. Поэтому вот этим словом мы себя спасаем, спасаем других людей. То есть вот это вы и я. Вот если посмотреть вот это слово Иоанна 1.9, написано это слово, это жизнь. И в этой жизни был свет для человека. Поэтому в моем сердце, в моем мысли всегда должно быть слово. Вот это есть ответ. Вот это ответ, вот это ответ. Нет, это не ответы. Когда слово Божье в моем мысли, в моем сердце, вот это ответ. Вот это настоящий ответ. И тогда, как Бог будет действовать, я смогу точным образом увидеть через действие Духа Святого, через водительство Духа Святого Духа Когда Божье Слово находится в моих мыслях, в моем сердце, нельзя остановиться так же, чтобы это слово, оно просто было в моем мыслях, в моем сердце, необходимо, чтобы оно запечатлелось в мою душу. Вот только тогда оно будет в моей душе, это слово. И вот тогда оно будет связано с духовным миром. И тогда вот это слово, которое внутрь меня, будет проявляться на местах действия в моей жизни. Вот это есть духовный ритм, как наслаждаться духовными благословениями. вот это упускать нельзя, почему? Потому что важно мои мысли, мои мысли, мое сердце. Потому что мои мысли и сердце связаны с моим мозгом, а мой мозг связан с моей душой. И все, что в моей душе, все это проявляется через мою жизнь, на моих местах действия. Поэтому то, что будет в моих мыслях, в моем сердце, будет в моем, в итоге будет в моей душе. И это будет в моей жизни, в моей на моих местах действия. Подобно этому сейчас люди, которые занимаются медитацией, они тоже все, что они медитируют, оно проявляется в их жизни, но проявляется действие злого духа. Поэтому можно сказать, что мои мысли, мое сердце это все. Поэтому в притчах сказано прежде всего храни сердце свое. Прежде всего храни сердце свое. Поэтому я желаю, чтобы сегодня во время богослужения слово сошло на ваши мысли, на ваше сердце. Вот сегодня в церковной брошюре есть картинка сердце, мысли, связанно с мозгом, мозг связан с духом, с душою, и это все связано с престолом. То есть если я буду связывать с престолом Божиим, тогда в моей жизни и на моих местах действия будет проявляться царство Божье. А если моя душа связана с тьмой, так же само и через мою жизнь на моих местах действия будет царство тьмы. Поэтому в это время очень важно, чтобы на ваши мысли, на ваше сердце сошло Слово Божие. Как сказано в сегодняшнем слове, я заповедую тебе исполнять все заповеди. Тогда сможешь завладеть землей, которую я обещал вам, то есть видение всемирной евангелизации. Поэтому я желаю, чтобы сегодня на вас сошло Божье Слово. И второй стих, 2 глава 8, 2. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Значит, вот здесь показывается, почему Бог вел в течение 40 лет? Чтобы смирить их и чтобы испытать их. Послушай, есть два вида Божьего испытания. То есть иногда Бог испытывает меня, чтобы мою веру укрепить, чтобы я мог одерживать победу. И есть испытание от сатаны, когда сатана меня искушает. Но в сегодняшнем месяце Псания, Второзаконие 8, 8.2, здесь сказано, что Бог испытывает меня. Для чего Бог меня испытывает? Для того, чтобы я мог понять, я вообще тот, который держится за Божье Слово или нет? Храню ли я заповеди его или нет? Поэтому очень важно, чтобы мы внутри себя всегда держались за Божье Слово. Вот посмотрите, римлян, вот, Второзаконие 8.2. Будешь ли хранить заповеди его или нет? То есть, в времени с вами, держусь ли я за Божье Слово, в котором есть будущее, которое совершится? Буду ли я держаться за Божье Слово, в котором есть будущее? Если да, тогда Божье Слово будет внутри меня, и Бог, Он будет совершать в моей жизни все по Слову своему, и я смогу испытать Божью радость, когда я держусь за Божье Слово. Филиппинцам 2.13 сказано, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Значит, Бог внутри меня производит и хотение, и действие по своему благоволению. То есть, друзья, если Божье Слово, в котором есть Божья воля, будет внутри меня, тогда внутри меня я увижу, как Бог сам все действует. Бог производит свое действие. Поэтому вы не живите по своим мыслям, а пусть в ваших мыслях всегда будет Божье Слово. И желаю, чтобы это Слово в ваших мыслях превращалось в молитву. Израильские народы, пока они 40 лет шли по пустыне, надо было всегда им держаться за Божье Слово в мыслях, сердце. Ради этого Бог вел их. Но в основном большинство людей, они просто следуют своим стандартам. И они не молятся. Но необходимо, чтобы было наоборот, чтобы у меня получилась молитва, когда я в своих мыслях и сердце держу за Божье Слово. То есть вот это была цель, почему Бог вел их по пустыне. чтобы они не держали за свои мысли, а держали за Божье Слово. И сегодня также каждый из нас если начнет держаться за Божье Слово своими мыслями, своими сердцем, тогда увидят Божье действие и придет истинная радость. Я верю, что мы испытаем это. И вот таким вот образом в третьем стихе сорок лет вел Бог их по пустыне и что Он делал? Третий стих «И смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом исходящим из уст Господа живет человек». Значит, что здесь говорится? есть люди, которые думают, вот, другие должны мне помогать и мне нужно жить по-плоцки. Но Бог говорит по-другому. Бог говорит, человеку не живет хлебом, но человек живет всяким словом, которое исходит из уст Господа. То есть, о чем здесь говорится? Нам необходимо Слово Божье, где есть Божья сила. Если Божья сила сойдет на меня, тогда нет для меня ничего невозможного. Вот об этом говорит Слово. Вот израильский народ, вот они постоянно роптали, постоянно роптали, жаловались, но израильский народ пока шли не по пустыне, что Бог хотел, чтобы они поняли? Что не хлебом одином живет человек, а Словом Божьим живет человек. То есть, если будем принимать Божье Слово, то будем жить. То есть, в течение сорока лет об этом говорил Господь. Вот это хотел подчеркивать. То есть, мы с вами необходимо отбросить жизнь, когда жил по своим мыслям, и необходимо привыкать жить по Божьему Слову. То есть, в течение сорока лет Бог обучал их этому, давая постоянно хлеб и вот эту манну давая. Поэтому нам необходимо тоже привыкать получать Божье Слово, получать Божье водительство, потому что Бог по Слову ведет нас. Поэтому Слово, которое Бог нам дает, это то, в котором есть будущее, в котором есть решение на наше настоящее. И вот это Слово Божье, оно есть вечное. И сейчас это Слово, оно совершается. И вот в это надо верить. Послушайте, если по-настоящему будете верить в Слово, тогда не надо даже беспокоиться, не надо колебаться. Почему? Потому что если я чадо Божье, тогда даже если я и колеблюсь, не страшно. Значит, да, конечно, в нашей жизни бывают тяжелые моменты, но не надо колебаться, не надо беспокоиться. Почему? Потому что есть Слово Божье. Из-за того, что мы верим в Божье Слово, в итоге мы вот Слово Божье, оно одерживает победу в нашей жизни. Послушайте, вот если есть какой-то кризис в вашей жизни, если вы держите за Слово, вам этот кризис, он не имеет к вам никакого отношения. Потому что никакой кризис, никакие проблемы, трудности не могут победить Слово Божье. Поэтому, когда вы по-настоящему будете верить в Божье Слово, тогда есть проблемы, есть трудности, это не важно. Потому что в итоге Слово Божье, оно совершается. И Слово Божье побеждает. Вот вы же хорошо знаете вот это местное списание, очень известное, когда в Деянии Павел, он садится на корабль, и корабль сталкивается с огромным штормом. Вот есть такой очень известный шторм, и вот все боялись, что они смогут умереть, то есть все уже думали, что все умрут. И вот они начали сбрасывать балласт с корабля, чтобы не умереть, но тогда Бог, Он говорит им через Павла, значит Бог говорит Павлу Матфея 27-24 «Что? Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». И 25-й стих «Посему Деяние 27-25 «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как не сказано». Скажем «Ободритесь, мужи, потому что я верю Богу, что будет так, как Бог сказал, вот так оно и будет другими слами». Послушайте, если по-настоящему верить в Божье Слово, тогда какие бы ни пришли кризисы либо проблемы, неважно. То есть даже если чадо Божье колеблется, ничего страшного. Почему? Потому что все будет так, как сказано в Слове. Все будет по Слову. Если посмотреть Деяние опять мы видим, что Павел говорит, что церкви «Неужели вы не видели, как я вам служил?» И хоть Павел церковь поднял и оставил, но в этой церкви начали появляться много трудностей. И потом он говорит, «Я вас прошу», говорит, «Я вас прошу, чтобы вы поступали по Слову». То есть время Слово будет вас ставить такими крепкими, чтобы вы крепко стояли. Поэтому давайте мы с вами будем верить Слову. И тогда по-новому будем видеть проблемы и трудности будем по-новому видеть. И если даже дети колеблятся, я не буду из-за этого расстраиваться. Почему? Потому что я вижу Божий план и по-новому молитва выходит. Поэтому вот израильский народ, мы видим, что Бог дает им важное благословение. Это всемирная евангелизация. На самом-то деле Бог дал всемирную евангелизацию с самого начала. Значит Бог дает израильскому народу новое видение. Итак, вы войдете в Ханан, то есть вы завоевываете землю. То есть это всемирная евангелизация. То есть это будущее, которое Бог приготовил, новое видение и будущее, которое Бог приготовил для Израиля. Это всемирная евангелизация. Значит вот проблема бытия третьей головы в жизни человека с самого начала. И хоть мы и не знали ее, но эта проблема всегда была с нами. Поэтому Бог, зная, что мы не можем решить проблему бытия третьей главы, Он отправляет семя жены. То есть для того, чтобы спасти меня. Бытие грехи через исход 3.18 вообще чудесным образом Бог освобождает из этой арабской жизни кровью Англеса. То есть это есть Пасха. И Бог дает им завет Пасхи. То есть израильский народ, держась за завет Пасхи, кровь Англеса, они вышли из Египта, хотя сами своими силами вообще не могли освободиться. И потом опять израильский народ, они становятся пленными. То есть они становятся пленными, то есть все, и уже никто не может освободиться, то есть весь народ. И тогда Бог дает им ответ. Исход Исаия 7.14. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Сиде овощер примет и родит сына. И какое тему имя? Еммануил. И вот израильский народ держат за этот завет Исаия 7.14, они вышли из плена. То есть Бог дал великую тайну. Это Матфея 16.16. Ты Христос, Сын Бога Живого. Послушайте, все проблемы, которые у нас с вами есть, вот если мы будем исповедовать Матфея 16.16, тогда мы найдем ответы. Во всех проблемах, которые есть сейчас у вас, Христос является ответом. Значит, тому, кто держится за то, что Иисус является Христом, Бог, Он говорит, что Он решает все проблемы. христос потому что Христос пришел как истинный царь, истинный священник, истинный пророк, и за раз выполнил эту работу, три работы, и решил проблему человека. Как истинный царь, сатану, как истинный священник, грех, и как истинный пророк, пусть встречу с Богом открыл. Поэтому, когда мы верим в это и исповедуем, тогда Бог дал положение, что никто не может привести к раху этого человека. Вот что говорит наш Господь Иисус Петру, который исповедует его? Он говорит, ты, Петр, и на всем ко мне поставлю церковь моя. То есть я поставлю церковь мою, это великое благословение. И затем врата ада не одолеют. То есть это такое положение, когда никто не может привести к поражению. И затем я даю тебе благословение, чтобы ты мог наслаждаться благословением престола на земле. Я даю тебе ключи Царства Небесного. То есть я даю тебе ключи Царства Небесного, поэтому что свяжешь на земле будет связано на небе. Что разрешишь на земле будет разрешено на небе. Послушайте, у нас есть ключи, ключ открывать врата Небесные. Это есть Христос. Поэтому что это за ключ Царства Небесного? Это имя Христа. Вот это что вот это благословение Бог нам дал. Поэтому, когда мы держимся за это имя, то никто не может нас остановить. И тогда мы сможем завоевать весь мир. Я подытожу Божье слово. Значит, если держаться за благословение всемирной евангелизации, тогда каждый шаг ваш, вот в вашей жизни Бог, Он будет все вам давать, все будет гарантировать. Значит, Бог, Он уже дал завоевание Ханана как гарантия израильскому народу. Поэтому Бог, Он вел их, Он их защищал. Но давайте посмотрим с вами. Вот в Второзаконии 8.4 сказано, одежда твоя не вешала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. То есть, 40 лет, вот они ходили по пустыне, а нога не пухла, и одежда не вешала. Это что значит? Что Бог совершенным образом защищает и все гарантирует уже. Значит, в пустыне трудности были и много проблем было. Но если держаться за заветом всемирной евангелизации, тогда вам не стоит беспокоиться, потому что Бог совершенным образом вас защищает. Бог, Он все вам гарантирует. Написано, одежда твоя не вешала, и нога не пухла. То есть, это не тот завет, который был дан только израильскому народу, которые шли на завоевание Ханана. И нам, которые держатся за заветом всемирной евангелизации, Бог дает это благословение. То есть, Бог совершенным образом несет за нас ответственность. Поэтому на местах действия я желаю, чтобы вы испытали это благословение. Благословляя Своим имя Господа Иисуса Христа, всемогущий Бог Отец, благодарим Тебя. И пока мы живем на этой земле, помоги нам осознать и наслаждаться духовный факт, духовные благословения. И поэтому ни на основании себя, ни на основании мира, ни на основании материального, ни на основании успеха помоги мне жить, чтобы я не был в конфликтах, но помоги, чтобы сегодня Божьим и Благословением духовными эти все мои проблемы были закончены. И особенно Господь Благослови, чтобы мы поднялись как благовестники, которые будут оставлены бедствия, которые будут спасать местодействия и помоги на наших местах действия испытать, что Ты уже все приготовил, что Ты уже все гарантировал. Благослови всех верующих в Сырках. Ана. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.